В этом смысле Егор сказал про дигматичную фразу. Попробуйте поговорить, пожалуйста. Сейчас попробуем. Должен сразу признаться, что так волнительно. У меня было еще никогда, и я не знаю, почему. Но главное надеяться, что опыт или ваше присутствие помогут с этим справиться. Самый частый вопрос, который я слышал после анонса курса, это вопрос совершенно реальный о чем? И из анонса действительно непонятно, да? Ну не скажешь же о частицах. Потому что сразу его хочется уточнить о каких элементарных частицах, еще каких-нибудь веселых. И в этом смысле это очень интересная вещь, потому что название курса «Случайно» связано как раз с этим местом, с баром «Бакалавриат», которым я бесконечно благодарен, за как минимум два месяца своей жизни. Вот где-то там, по-моему, в октябре месяце, сидя вот в том углу и спокойно думая о чем-то вечном, я понял, что одно из любимых стихотворений Братского, начинающее словами «Только пепел знает, что значит сгореть тепла» и это заканчивающий, собственно, апофеозом частиц, да? Что вот в нем апофеоз частиц – это некоторая штука, с которой я сталкиваюсь, с которой я не могу не работать. И в этом смысле, ну, это был такой простой жест, да, «Пора». Вот пора сделать то, что, пользуясь словами того же Братского, можно было бы очень просто обозначить, да? Сколько можно прятаться, не скрывая тузы, на стол ложатся в объекты неизвестной масти? А все остальное – это попытка, да, собственно говоря, это «Пора запустить или реализовать». В этом смысле я продолжаю упрямо, да, чертить или вычерчивать до линии траектории своей собственной свободы. И это единственное извинение, которое я принесу за весь курс, да, поскольку, ну, казалось бы, какое вам дело для того, как я вычерчиваю линии своей свободы. Вот, если, да, начинать с чего-то, тут в этом смысле у меня сегодня совсем сложная задача, потому что мне кажется, что то, что я хочу сказать – вещи очень простые. Настолько простые, что практически не выговариваю. И в этом смысле, ну, попробуем. Ну, первая вещь, которую нужно сразу обозначить, да, это то, что обнаружено было позже того, как придуман курс, начались какие-то разработки и так далее – это само, собственно говоря, слово «пофиос», да. Потому что, ну, с греческого «пофиос» да, это можно было бы перевести как удаление для превращения чего-то божественного, да. То есть того, что мы привычно вкручиваем или разворачиваем, да, в горизонте трансценденции. И, поскольку это уже третий курс «офиос», то я вот как-то так полагаю, что какие-то уже концептуальные связки, они более или менее известны, да. В этом смысле, смотрите, мы обнаруживаем постоянно расширяющуюся область трансцендентного, да. То есть трансцендентное из, там, изначального блога, который действительно трансцендентен миру, в которой в мире присутствуют только знаки и так далее, постепенно начинает расширяться и к XX веку вдруг обнаруживает себя в качестве центральной проблемы познания. Ну, скажем, Бусар в лекциях по идее и феноменологии так и скажет, что нужно понять, как познание достигает трансцендентного ему предмета. То есть трансцендентным окажется уже не, там, Бог с его ни присутствием, ни в опыте, ни в мире, да, а трансцендентным окажется просто все те предметы, с которыми мы имеем дело. И на этом экспансии трансцендентного не заканчиваются, да. То есть трансцендентное, так или иначе, продолжает, да, расширять свою область. Тем самым мы помним, что понятие трансцендентной и маненции – понятие соотносимое, да, сужая области манентного, сужая ее через целый ряд, да, констатируемых нехваток, констатируемых, собственно говоря, потерь, утрат и так далее, да. Трансцендентным чуть позже Гусарга станет лицо другого, если брать Левенаса, да. Если вспоминать наших психоаналитиков, я не буду делать вид, что я целый год не слушал психоаналитический сезон, да, то мы вдруг обнаружим, что трансцендентным окажется даже мое собственное желание. Но если исходить из той ситуации, которую нам рисуют, да, самый страшный вопрос для субъекта – ты чего-то сам хочешь. Почему? Потому что ты вдруг обнаруживаешь, что ты никогда ничего не хотел, да. Если, опять же, все тот же психоанализ с легкой интерпретацией Дины Савченковой, да, это то, что возвращает нам способность любить, то вдруг оказывается, что и чувство странным образом следует еще как-то догонять, достигать. Еще что-то можно такое делать, чтобы достать себя самого. В этом смысле, да, смотрите, мы оказываемся в очень странной ситуации. Область имманентного, которая вроде бы изначально мыслится как область того, что мы знаем, что нам понятно, что подручно, что так или иначе входит в наш постоянный оборот, да. То есть вот то, что мы взяли в оборот по определению, в этом смысле, ну, поняли, да. Эта самая область сужается до какой-то совершенно немыслимой точки, да, до чего-то практически отсутствующего. И наоборот, в таком случае совершенно непонятно, как удерживается граница, да, между вот этим бесконечно суженным, уже непонятным, да, своим, подручным и так далее. То, что, собственно, то движение, которое открывает метро подозрений. Ну, то есть ты думаешь, что ты знаешь, чего ты хочешь. То время. Да, ты думаешь, что ты способен нечто чувствовать. Правда? Там, да, тебе кажется, что ты понимаешь, о чем ты говоришь. На самом деле. И так далее, да, и всякий раз оказывается, что, то есть, да, ну, в конце концерта, может быть, это точки, да, ты думаешь, что ты сам есть. С чего ты взял? Ну, то есть вот это ты с чего взял, да. Вот это движение, да, всякий раз обнаруживает, что как бы эманентное растворяется. Остается одно сплошное трансцендентное, которое все время требует какого-то жеста, напряжения, удержания, ухватывания и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Да, то есть мы все время оказываемся в некоторой ситуации, в которой мы чего-то хотим достичь. Это что-то всегда полагается там, предметы там, трансцендентное познание Бога там, да, мое собственное желание тоже где-то там. Вот это что мне нужно сделать, да, мне нужно сначала разобраться с тем, как поставляется мое желание, чтобы обнаружить свое собственное желание. Нужно разобраться с там, чтобы реконструировать здесь. И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы все время хотим чего-то достичь, чего-то ухватить, что-то такое удержать, чтобы из этого та область, которая вроде бы наша область, вроде бы это место, откуда мы говорим, откуда мы думаем, действуем и так далее, вроде бы все это должно как-то реконструировать. Оно исчезает, да. Оно пропадает. И в этом смысле мы всегда можем сыграть в эту игру, да, это довольно важная история. То есть мы всегда можем встать на позицию подозрения, мы всегда можем встать на позицию недоверия, мы всегда можем обнаружить нечто в качестве проблемы. Ну, даже на уровне самой банальной детской игры, к детским играм я сегодня вернусь. Это один из таких центральных сюжетов для меня. Детской игры, да, из серии «Скрыш что-нибудь умное». Даже если ты сильно образованный, и много книжек читал, да, и вроде у тебя есть что-то умное, то вот сказать «умное» не получается, да. В этом смысле хочется поставить вопрос, это одна из задач моего курса, да, хочется поставить вопрос как раз об этом самом «моненту». То есть не о трансцендентном, это важно, да, поэтому слово «пофеоз» просто идеально подходит, да, «удаление» или «превращение», да. А именно о, да, «имоненту», то есть о том, что, собственно говоря, вообще-то действительно наше, то есть что, зачем не нужно никуда гнаться, чего не нужно пытаться себе возвращать, потому что, вообще-то говоря, оно никуда и не уходило. В этом смысле первый жест деконструкции своих собственных схем, да, совершенно очевиден. Я долгое время совершенно искренне был сеглярен с вопросом, да, о том, что… Сеглярен с тем, что вопрос, чего ты на самом деле хочешь, это вопрос травматичный. Я так больше не думаю. Я думаю, что ответ на этот вопрос очень прост, и если у меня получится, то, ну, как минимум, к концу курса будет понятно, да, почему. И в этом смысле можно было бы начать с очень простого вопроса, да, в том числе отсылающего к хорошо всем уже известным схемам, кто только на это не ссылался, включая меня самолок, и попытаться посмотреть, как они работают, да, попытаться посмотреть, как они работают на уровне как раз вот того самого «имонентного», которое, я надеюсь, мне удастся как-то там, да, удержать. Вопрос совершенно тривиальный, да, кто говорит? Да, то есть вот в самом точном смысле этого слова, кто говорит? И в качестве, ну, такого коментона, если угодно, да, это единственная цитата на сегодня, ну, по крайней мере, заготовленная, там, дальше никто не знает, да? Это цитата из Виттгенштейна, лаико-философского трактата, пункт 6.5.2.2. Трактат этим прекрасен, да, есть, конечно, нечто невыразимое, оно показывает себя, это мистическое. А странно, да, в Библии без атилизма встретить нечто мистическое, обнаружить нечто невыразимое, все мы помним движение Виттгенштейна, о чем невозможно говорить, о том следует молчать, на этом заканчивать свой философский трактат, да, соответственно, то, что не может быть вооружено, не подлежит никакой речи, да, тем не менее, да, нам говорят, есть нечто невыразимое, оно себя показывает, и это мистическое, да. Вот в этом смысле, смотрите, все три такта для нас в своем важны. Во-первых, важно указание, важно указание о наличии, ну, то есть, что это значит, есть, есть нечто невыразимое, причем с приставкой, конечно. То есть, невозможно есть, да, не можем предположить, что есть нечто невыразимое, да, оно нам нужно для чего-нибудь еще, нет, есть, конечно же, нечто невыразимое, да, это первый такт. Второй, да, такт, это такт, это тоже совершенно принципиальный для нас с вами, в этом смысле, это камертон ко всему, что я сегодня буду говорить, да, оно себя показывает. И тут мы уже начинаем, да, в буквальном смысле обнаруживать некоторую сложность или интригу. То есть, да, смотрите, одно дело просто, есть нечто невыразимое, и бог бы с ним, мы о нем не будем говорить, и все, да. Мы указали на некоторую границу, за которой ничего нет, потому что мы не можем тут достать. Ну, тут все понятно, да, надо эту границу указать, мы указали. Невыразимое было бы абстракцией, но тогда, когда оно себя показывает, это становится чем-то конкретным. И в таком случае возникает совершенно очевидный вопрос, а почему тогда невыразимое? Ну, то есть, как же так, да, нечто себя показывает? И мы же привыкли к тому, что, да, то, что себя показывает, оказывается тем, что, вообще-то говоря, ну, как-то я могу выразить. Заметим скобку, что третий такт совершенно потрясающий, и Беттгенштейн его еще и называет. Он говорит, это мистическое. Да, то есть, смотрите, вот, вот, серьезно, если в этот момент сделать, это весь пункт, там больше ничего нет, да? То есть, это весь пункт, то есть, это законченная мысль, да? Законченная мысль, которая, собственно говоря, требует некоторой работы сразу, как только мы хотим ее просто анализировать, да? То есть, нам указывают на наличие чего-то, нам говорят, что оно всегда показывает, то есть, нам указывают на конкретность этого чего-то, нам это что-то называют, и на этом все заканчивается. Потому что это невыразимое. Дальше о мистическом говорить невозможно. В другом месте Эйнштейн скажет, что мистическое это чувство целого мира. Целое мира как-то там дается, и вот это вот чувство мистического. Ну и наконец, в этом же примерно периоде речи Эйнштейн нам скажет о том, что субъект является границей мира. Смотрите, почему это единственная заготовленная цитата. Потому что мистическое появляется в контексте мира, то есть некоторого целого. И история с миром сложная, она длинная и так далее. Оно появляется в контексте границ этого самого мира, одной из границ которых окажется субъектом. Впрочем, Эйнштейн очень красиво, очень расследовательно, очень просто покажет нам, что вообще-то субъект нельзя изъять из мира. Ну буквально это будет звучать, ну не буквально, но очень близко к тексту будет звучать так, да, если кто-то бы писал книжку о том, мир как я себе его представляю, то ему пришлось бы описывать не только себя самого, да, но и все то, что в этот самый мир еще включено. То есть в этом смысле он не мог бы написать книжку про себя. Мы не изымаем из мир как субъекта. И эти самые границы мира почему-то каким-то образом, да, себя показывают, себя обнаруживают. То есть нечто вдруг оказывается здесь. В этом смысле это совершенно удивительная вещь, да, смотрите, когда нечто себя показывает, это область вообще-то эманентного, а не трансцендентного. Нечто себя показало, да. Ну допустим, я говорю человеку, ты себя показал в достаточной степени. Мы даже оценку сюда уже сразу примысливаем. Представьте. Я кому-то говорю, ну да, ты себя показал в достаточной степени, все, спасибо, иди. Больше можешь не показывать. То есть мы понимаем, что это то, что включает нас непосредственно. От того, что себя показывает, нельзя дистанцироваться. Ну у нас есть замечательный глагол «развидеть», да, но он существует ровно в модусе «не выйдет, дорогой». То есть ты, конечно, можешь попробовать это «развидеть», но как-то вот что-то тут пойдет не так, да. Совершенно, да. Опять же, да, смотрите, то, что себя показывает, видите, сталкивается или каким-то образом смешивается. У нас нет вроде бы внутри никакой границы с тем, что мы уже выговариваем, да, с другим показывающим себя, с выражаемым, с нашими собственными действиями и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле имеет место некоторая очень хитрая история, да. Когда внутри иммунянца обнаруживается нечто такое, это важно, внутри, да. Мы можем его даже назвать. Мы можем как бы на него указать. Оно само себя показывает. Мы в него включены, и так далее, и так далее, и так далее. То есть внутри иммунянца обнаруживает всегда нечто такое, о чем мы, вообще-то говоря, не способны говорить. Собственно, первый вопрос, кто говорит, он и будет вопросом разбирающим или, если угодно, раскладывающим всю ту сложную область самости, да, к которой мы привыкли. И в этом смысле вот сейчас начнется известная, да, хорошо вроде бы продуманная и понятная, но короткая, я надеюсь, да, концептуальная часть. Смотрите, разбавляемая правда разного рода историями. Смотрите, я могу в этом смысле ответить на вопрос, кто говорит, но если я отвечаю просто вот так, как позволяет мне узу смысле. Да, не речь, а именно мысли. Например, говорит субъект. Могу? Да, ну, говорит, там, субъект права. Или, там, трансцендентальный субъект. В этом смысле мы это тоже обозначаем, говорить с позиции такого-то субъекта. Могу? Да, могу. Но к чему в этом смысле это меня отсылает? То есть, что значит, да, говорить субъект? Где и как он, собственно говоря, собирается? Что вообще здесь есть? И если мы с вами начнем присматриваться в той точке, в которой, все мы знаем, вроде бы новоевропейский субъект рождается, в которой происходит разворот субъекта в логическом смысле, ну, как субъект предикатной структуры, да, к субъекту уже привычных нам, да, диспозициях, то есть как основанию всякого знания и так далее, и так далее, и так далее, то мы тут совершенно спокойно, да, смотря на Декарта, можем обнаруживать, что вот как-то этот самый субъект начинает собираться, да. В общем, Декарта от нас ничего не скрывает, он совершенно спокойно, да, процедуру сборки этого субъекта, не употребляет слово, успеет понять субъекта, запускает, и мы это видим, да. Но с чем связывается сам субъект? Субъект будет связываться, ну, помним все знаменитые пассажи депорческой речи, да, что есть я, что есть я, я и стресс-клоггитанс, как долго я существую, так долго, как мыслю, ну, и что же значит раз-клоггитанс, значит, что я утверждаю, отрицаю, желаю, не желаю, обладаю воображением и чувствую. Ну, то есть в этом смысле, да, смотрите, и дальше мы понимаем ход мысли Декарта. От своего клоггита я должен каким-то образом перейти к наличию других клоггита, других клоггита, и я сам, работа со своими собственными идеями даст мне протяжение, протяжение позволит мне каким-то образом, да, доказать бытие Бога, вернуть обратно мир, ну и так далее. То есть вроде бы мы понимаем это движение, мы его хорошо все знаем, все совершенно замечательно, да. Ну, в этом смысле вот и возникает вопрос, да, что в таком случае может сказать вот этот говорящий субъект? Или о чем он говорит, да. То есть кто он такой, кто выносит некоторое суждение, да. И в этом смысле все маркеры декартовские, они довольно хорошо прописаны, да. То есть мы с вами помним это. Душу познать легче, нежели тело. Мы с вами помним, что res, cogitons, то есть сам res, это то, что, это коренное слово с реальностью, то, что отсылает нас к связи, к чему-то актуально присутствующему, да. Мы с вами прекрасно понимаем, что это самое res, cogitons и res extens, не взаимодействуют, между ними есть координация. Мы с вами понимаем, что в этом смысле, по сути, декартном говорит, есть два порядка реальности. Порядок реальности, связанный с агитирующими, да, видами субстанции, и порядок реальности, связанный с протяжёнными видами субстанции. Собственно, потом эта мысль будет всё время дублироваться в 17-м веке. Ну, спинозом скажет, порядок идей тот же, что порядок вещей, да. Лебисом скажет, там, тела действуют так, как если вовсе не было тел, душ, души так, как если вовсе не было тел, но между ними существует предустановленная гармония. То есть мы всё время обнаруживаем некоторые два ряда, да. И кто говорит, да, говорит нечто, что включено в некоторый порядок связи, да, порядок реального, порядок происходящего. И из этого порядка, да, может развернуть другой порядок. То есть из порядка собственных агитаций я могу развернуть порядок, в том числе протяжения. В том числе порядок существования Бога, да. И в этом смысле, смотрите, с Богом ситуация будет тоже очень красивая. Если мы с вами вспомним четвёртое размышление Декарта, совершенно потрясающее, да. То там, где речь идёт о возможности ошибок, ну, то есть ты разворачиваешь порядок, хорошо. Кто сказал, что ты разворачиваешь его правильно, да. Ход Декарта тоже хорошо известен, да. Я ошибаюсь, почему? Не потому, что меня обманывает порядок протяжённых вещей. Нет никаких ошибок в области трансцендентного, как сказали бы в двадцатом веке. Вещи меня не обманывают, они не вводят меня в заблуждение. То есть порядок реальности протяжённого, вообще-то говоря, не содержит никакой лжи, да. Меня не обманывает, что довольно важно, да, и Господь Бог, ну, или Злокозненный Евгений, или кто-нибудь ещё, да. Да нет, то есть и в порядке трансцендентного в чистом виде тоже нет никакой лжи. Тогда почему я ошибаюсь? То есть откуда берёт сама возможность ошибок? Ответ Декарта хорошо известен, да, от того, что я не держу свой конечный разум в границах своей, свою бесконечную волю в границах своего конечного разума. Воля моя бесконечна, разум мой конечен. И в этом смысле, если я волю не приструнил, не удержал её в некоторой узде, если я с ней чего-то такого ещё не сделал, то результат, ну, на лицо, да, ошибся. Ну, скажем, сделал слишком поспешный вывод. Ну, увидел один раз событие А вызвало событие Б, второй раз, третий сказал всегда. В этот момент, ну, всё, молодец. Твоя воля стремится, да, что-то утверждать, без достаточных оснований, ну, и твой конечный разум не способен с этим справиться. Ну, например, да. И в этом смысле, смотрите, вот тут возникает второй момент, ради которого я вам спроизвожу всю эту совершенно замечательную картину, да. Если мы с вами в том же самом четвёртом размышлении посмотрим на то, что Декард говорит о воле, то удивление окажется совершенно полным. Декард нам говорит, что воля, ну, с одной стороны, как он и выходит, да, это способность утверждать нечто или отрицать нечто. Действительно, кто бы меня мог ограничить в этой способности, да, утверждать я могу всё, что угодно, в том числе, что я архангел, да ради бога, ну, или архидемонт, да, некромант, почему нет. Да, с другой стороны, это способность стремиться к чему-то или избегать чего-то. Опять же, ну, что меня может тут ограничить? Ничего. Стремиться я могу к тому, чтобы стать некромантом, ну, и избегать я могу того, чтобы быть понятным, например. Ну, почему нет? Всё это совершенно замечательно. И дальше следует то самооказание, которое снова обнаруживает перед нами некоторую проблему. Ну, просто очевидную, да. Декард говорит, воля — это, внимание, единственное из всех моих способностей, через которую я понимаю бесконечность бога. Ну, и дальше всё логично. Да, смотрите, когда я говорю о разуме, бог так как он мыслится, вот существо, обладающее бесконечным разумом и так далее, да, или бесконечным познанием — это абстракция. Ну, мой разум конечен, моё познание конечное. Я могу себе представить что-то бесконечное, но это абсолютная абстракция. За этим ничего не стоит. Когда я говорю о своих, там, не знаю, любых других способностях, скажу Декард, я обнаруживаю их ограниченными. И в этом смысле всё то, что я... Ну, то есть от того, что я возьму и к ограниченному прибавлю приставку «не» — неограниченное, да, это самое неограниченное не станет реальным. Но, видите, каждый-то оговаривает, прописывает специально, подробно, очень последовательно, да. В случае с волей я вообще, говорит Декард, не вижу никакой разницы между своей волей и Божественной волей. Ну, в реализации воли, понятно, разница будет тут же. Бог хочет сотворить мир, и, помним мы, да, слово Бога есть, собственно говоря, в творении. Всё замечательно, но речь-то не про реализацию, речь про саму волю. Смотрите, да, то есть воля способность, которая позволяет мне понять, и больше, и меньше, да, что такое бесконечность Бога. То есть это единственная точка, в которой я вот с этим самым трансцендентным, абсолютно абстрактным понятием оказываюсь не в трансцендентных, абстрактных отношениях мышления. Ну, помысли себе что-нибудь, обладающее бесконечностью знания. Ну, отлично, как сейчас помыслил, всё, понял, пошёл дальше. Да, это игра рассудка. И все мы знаем, что игры рассудка — это игры, в которые играть можно, но они хороши только тем, что они тренируют сам рассудок, они ничего не раскрывают. Да, вообще. Сами по себе, да. А тут нет. То есть в этом смысле, да, я обнаруживаю нечто такое, что для меня открывает, как бы, доступ к этому самому трансцендентному, да. Я начинаю понимать через это Бога и так далее. Всё это совершенно замечательно. Теперь делаем шаг назад. И вот эту способность я должен загнать в границы разума. Понимаете, да? То есть то, через что я обнаруживаю или в буквальном смысле позиционирую себя в области бесконечности, вот это я должен урезать своими собственными усилиями. Сам загнать в некоторые границы чего-то конечного, несовершенного. Понимаете, да? И вопрос, опять же, совершенно, ну, в этом смысле очевидный. Почему? Ну, то есть почему, собственно говоря, да, я вместо того, чтобы начинать работать с этой самой волей, раскручивать её по полной, ну вот, ты же имеешь доступ к чему-то такому, почему ты больше никак доступа не имеешь? Ну, понятно, что Бог в данном случае абстракция, да. Почему вместо этого ты должен себя ограничивать? Да? Вот уже понятно. Некоторая, да, проблематическая точка. И вот отсюда начинается всё самое интересное. Да? Потому что это самое движение. Да? Мы по-прежнему спрашиваем себя, ну, и кто тогда говорит, да? Смотрите, тут мы уже получаем некоторое вполне конкретное уточнение. То есть если я как субъект говорю, то говорит тот, кто может определённым образом выстраивать отношения между своим доступом к бесконечности, бесконечной воле, да, и своими другими конечными способностями. То есть, говорит тот, кто способен вообще, говорят, подчинять одно другому. Ну, или не подчинять. Понимаете, в конце концов, я могу же сказать, что, Дикарь, ты хочешь не ошибаться? Я хочу ошибаться. Не буду подчинять волю границам разума, и всё будет хорошо. Ну, или не будет хорошо, какая разница, не буду. Вот, вредничаю. Могу? В принципе, могу, да? То есть, смотрите, в этом смысле что мы с вами обнаруживаем? Что есть, да, нечто, да, что способно работать вот с этими самыми, да, своими способностями. Ну, и тогда мы можем сказать и следующее вопрос. А это нечто – это кто? То есть, кто подчиняет волю разуму? Ну, кто этот человек? Или кто этот субъект? Или вообще, что такое? Ну, понимаете, да, абстрактно звучит очень круто. Подчини волю разуму. Классно. Кто подчиняет? То есть, сам разум. Ну, такая инстанция, которая, да, способна себе всё подчинять, да? Подчиняет какая-то ещё способность. Ну, любая. Стравый смысл. Там, не знаю, та же самая воля. Добровольно складывает лапки, говорит, окей, всё, я пошла, значит, с границы разума. Ещё какие-нибудь способности, которые имеют способность воображения, например, почему нет? Да? Или имеется в виду некоторый другой центр, в котором вот это самое взаимодействие способностей возможно. Да? При этом, смотрите, что важно. А ещё делаем шаг назад. Я же res cobitums. То есть, res cobitums в этом смысле предполагает, да, концепт связи. Концепт корреляции. Все те способности, которые у меня, вообще-то говоря, есть. Но даже в языке, мы говорим, у меня есть. По-французски да, я будет муа. Притяжение. Ну, понятно, что размышления первой философии написаны по латыни, но тем не менее, да. То есть, в этом смысле, смотрите, некоторая точка предполагается. То есть, как-то должно быть возможно, чтобы одна способность вступала в отношение к другой способности. Подчиняла её или, наоборот, освобождала. Что-то с ней такое дело. Каким-то образом её трансформировало, да. Опять же, смотрите, в следующий этап мы тоже своим можем задать. Окей, а что значит подчинить волю границам мрадам? Ну, смотрите, мы же сами сказали, воля принципиально ничем не ограничивается. То есть, воля продолжает действовать. В этом смысле, где область ограничения? Мы сами понимаем, да. Ну, в познании, например, в вынесении суждений, в тех или иных действиях. То есть, волить-то я волю, то есть, хотеть-то я хочу, ну, я не знаю, стать архангелом, да. Но делать для этого ничего не буду. Вот, починил волю границам разного. Молодец. Да, почему? Ну, потому что я считаю, что, например, архангелов не существует. Или нельзя им стать. Тоже вариант. Ну, или ещё почему-нибудь. Потому что я, скажем, ангел, буду ужасен. Считался рельгий, да, там, 2-й Денской религии, помню. Каждый ангел ужасен. Не хочу быть ужасным. Не буду. Почему нет? Понимаете, да. То есть, в этом смысле, смотрите, у нас с вами обнаружено, по сути дела, очень простое затруднение. Наш с вами рассудок, да, тогда, когда он начинает буквально пытаться работать с тем, что, собственно говоря, вот он же требует от себя самого, все время запутывается. То есть, предполагается некоторое я, предполагается какой-то набор способностей, предполагается какая-то корреляция. До тех пор, пока мы не начинаем задавать об этом вопросов, все понятно. Ну, серьезно. Если я просто скажу человеку, слушай, ну, удерживай волю про несохранную, он же меня поймет, да. Ну, действительно, что ты объявишь-то, ну, подумай головой и все нормально, пожалуйста. Это можно объяснить еще кучей разных способов. Но, так или иначе, вот мы обнаруживаем вот эту вещь, да. Что-то здесь не стыкуется, да. То есть, что-то предполагается в качестве, да, того, что позволяет вообще всю эту машинерию сделать. В 20 веке, собственно говоря, Фокос Дорида устроит целый батл, да, сейчас называется, по поводу того, можно ли изгнать безумие из разума. То есть, в буквальном смысле, да, можно ли выгородить ту самую территорию, которую так страстно хочет вроде бы выгородить Декар, да, где будет этот самый чистый разум, он, конечно, ограниченный и так далее, да, но которому все остальное будет подчиняться, как некоторому суверену, и там это самое правление окажется правлением безошибочным, ну, то есть правильным, да, ведущим нас туда, куда надо. И если Фокос будет, собственно, описывать это ровно так, да, великой изоляцией, когда из-за стен, которыми ограничивает себя разум, или отграничивает себя разум от безумия, да, из-за этих стен слышится только голоса безумия, но само оно внутрь не проникает, Дорида будет спокойно настаивать на том, что нет мерз, никакой выгородки не получается. То есть мы выстроили некоторую ограду, но внутри этой ограды безумие по-прежнему встречается, и ничего с этим сделать, на самом деле, невозможно. Ну и вот здесь, да, смотрите, у нас есть очень простая, да, в этом смысле еще одна и следующее движение, да, в чем ограничен разум? Ладно, окей, с бесконечностью воли мы поняли. Действительно, вроде бы ничто, как в этой карте, не нахожу ничего, что могло бы, да, ее ограничить. Не нахожу. Что ограничивает разум? И опять же, в 17 веке ответ на этот вопрос мы с вами знаем довольно четко, да. Ну там, может, Евлимин скажет, да, я не обладаю ни бесконечным мышлением, то есть собственный потенциал разума ограничен, Декарду с этим согласился, ни, собственно говоря, бесконечным временем. Ну то есть то, с чем имеет дело разум, вот те его данные, те его содержания, те его движения, которые во всем этом имеют место, их всегда недостаточно. То есть в этом смысле это важно, да, смотрите, разум, и это не мысль Декарта, и не мысль Левница, это индуиция, которая возникает гораздо раньше, возникает, вообще говоря, в теологическом контексте, если угодно, оправдание, да, Бога. Разум всегда имеет дело с вырезом, то есть с каким-то кусочком, да, данных, реальности, происходящего, событий, еще чего-то. Мы никогда не имеем дело с тем самым целым, которое всегда, как мы полагаем. То есть мы, конечно, можем сказать, что мы находимся в мире, но никто из нас никогда не видел мира. Мы можем, конечно, гордо сказать, что мы занимаемся познанием природы, но вообще-то и природы никто из нас никогда не видел. Это все то, что Кант потом называет регулятивными понятиями. То есть разум всегда имеет дело с вырезом, с маленьким кусочком, который он так или иначе собирает. Но почему, так сказать, считает репрезентативным? Ну, в этом смысле мы с вами так довольно часто делаем. Из своего собственного опыта отношения с другими людьми мы говорим про человеческую природу, например. Ну, кто знает, что там в этой природе на самом деле? Ну, делать можем? Можем. У нас всегда есть образ природы как таковой. Более того он даже может быть концептуально очерчен. У нас есть куча других всяких образов и так далее. То есть нам действительно необходимы регулятивы. С этим ничего не сделаешь. Ну, все это замечательно, конечно. Но в этом смысле, смотрите, разум ограничивается двояким образом. Это важно. Еще раз, по своей мощи, где-то мы бросаем рассчитывать. Где-то мы перестаем или понимаем, что мы не можем решить ту или иную задачу. И потому, с чем он имеет дело. То есть ни в отношении содержания, ни в отношении формы, вообще-то говоря, никакой бесконечности там не обнаруживается. То есть ограниченность разума оказывается ограниченностью чего? Вот это очень важная штука. Снова возвращаемся мысленно к Эдвинштейну. Того, что попалось на глаза. Это довольно важно. Когда я работаю с чем-то, очень неплохо, чтобы вот в этом выезде, с которым я имею дело, что-то попалось или не попалось. Ну, так может быть. Некоторые возможности принципиально просто пропускаются. Ну, был такой случай, я забыл уже о тех двух больших физиках идет речь, когда они ставили один и тот же эксперимент. Установки были идентичные. Но у одного в подвале один был довольно богатый, у него в подвале сидел слуга. Поэтому, когда он нажимал на определенную кнопочку, слуга мог заметить, что стрелка отклоняется и тут же возвращается обратно. А у второго слуги не было. И он, собственно, нажимая на кнопочку, бежал вниз, потом бежал наверх. И в этом смысле, пока он бежал вниз, стрелочка отклонилась, возвращалась назад, и он видел, что ничего не происходит. Собственно, да, вот первый сделал открытие. Почему? Потому что буквально в его вырезе, да, вот случился некоторый факт. Вот в его данных, да, слуга мог сказать, ну, понимаешь, отклонилась, но она вернулась обратно. Второй не видел вообще ничего. В этом смысле это довольно принципиальная история, да, смотрите, нечто попадается нам на глаза или не попадается, и это, вообще-то говоря, та интуиция, которая ляжет в основе всей классической мысли, да, эмпирический порядок случайен. И в этом отношении, смотрите, то, как или чем ограничивается разум, не в последнюю очередь, зависит просто от того, попалось нищий на глаза или не попалось. Ну там, сказал Егор, а теперь попробуйте поговорить. И начал этот период речи или не сказал. Егор, я бы не думал о том, что вот сейчас он мне будет как-то помогать начинать эту самую речь, справляться с собственными эмоциями и так далее, да. Вторая вещь тоже не менее важная, смотрите, это ограничение мощи, оно опять-таки двоится. Дело не только в том, что мы не можем всё просчитать, дело в том, что есть определённые схемы, по которым мы думаем. Есть определённая инерция складывания картинки, есть определённая инерция, да, уже наших собственных совершённых действий. В этом смысле, смотрите, в чем в таком случае оказывается тот самый ограниченный разум, которому мы должны так бодро подчинить нашу с вами бесконечную волю. Оказывается довольно интересная ситуация, да, смотрите, нечто, что вообще-то не является предметом воли, да, проникает в него. Ну, то есть буквально что-то попадается на глаза, показывает себя, опять же, не могу не относиться к Эдмштейну, да. И это показывающее себя каким-то образом начинает обрабатываться, но обрабатываться, опять же, как так. Через те привычные ходы, через те движения, которые уже когда-то сработали. Соответственно, нечто, да, оказывается упущенным, причём всегда и сразу по определению, да. Нечто оказывается за пределами наших с вами движений. Более того, мы с вами вообще-то это знаем очень хорошо, да. Если вдруг кто-то придумывает, ну, нечто новое и оригинальное, то довольно часто он слышит возражения из серии, ну, так вообще не делают, обосной-ка ты сам метод, да, и так далее, да. То есть это не принимается чаще всего. Ну, то есть первая реакция, вообще говоря, на нововведение – это протест. Вовсе не радость. О, нам показали, как это делать-то сейчас. Да, смотрите, это напоминает одну очень забавную детскую игру. Да, ну, не знаю, по крайней мере, со мной-то в детстве играли, и я видел, как так играли с другими, да. Когда спрашивают, где? Вот он, Илья. Вот Илья. Закрывают, да, ну, вот, и ребенок закрывает детство руками, и говорит, ой, нет его больше, да. Понятно. Эта игра повторяется в данное количество раз. Да, смотрите, в этом смысле устанавливается очень интересная штука, такая чисто интуитивная. Ну, то есть я не вижу, буквально, я же закрываю себе глаза руками, да, и я не видим, я как бы исчезаю. В год назад, в своем курсе, Саша Погребняк, да, показывал, как эта фигура работает у Гоголя в Вии. Помните, да, когда он, собственно, анализирует Оголевского Вия, говорит, вот момент, где, где момент, собственно, да, раскрытия. Ну, помним все, да. Хаме говорит, не смотри. И Вий говорит, да, поднимите веки, не вижу, веки поднимают, и в тот момент, в который Хама открывает глаза, вот он становится видящим и одновременно видимым. Да, та связь, которая автоматически устанавливается. Да, в этом смысле мы понимаем, что, извините, да, тот же самый Саша, спасибо ему за это, спокойно говорит, что да, конечно, Хамабрут – это стихийный кортезианец. Да, стихийный кортезианец в самом буквальном смысле, да, в любой непонятной ситуации всегда он говорит, так, да, я в Хоге-то. Ну, то есть буквально, да, и в этом смысле, смотрите, мы эти жесты узнаем на гораздо более взрослых, гораздо более жестких примерах, да. Когда мне неловко, да, я хотел бы, что, ну, если бы я сделал что-то неловкое, да, упал бы, например, мне бы хотелось, ну, сейчас. Я, конечно, этого не сделаю, но представим себе. Да, мне хотелось бы, чтобы вы отверли взгляд. Ну, да, вы этого не видите, и этого со мной как бы не происходит. Всё хорошо, да. Более того, смотрите, это ведь штука, которая располагается в обе стороны. Ну, невежливо, говорят, не смотреть. Угу. Казалось бы, да, мой взгляд, чувак, что ты и делаешь? Я же не говорю ничего, не комментирую, но смотреть невежливо. Не надо. Да. В этом смысле, смотрите, связь видимого и видящего, да, оказывается буквальной. То есть разум, как только в него нечто попадает, оказывается тем, что видит, и тем самым становится видимым. И эта связка начинает работать самым динамическим путем. То есть это не финальная штука, потому что, да, смотрите, я посмотрел на кого-то из вас, я стал видим в этот момент, вы стали видящими. Но я же в этом смысле вижу всегда что-то, смотрю и вижу на лицах, не знаю, подвращение. Думаю, что-то я сегодня плохо. Вот оно. Что-то я не то говорю, давай выкручивай куда-нибудь, как в серии про доктора Хоуза. Попробуйте добавить примеров. Ну, там, например, еще что-нибудь сделать такое. То есть это динамика, да, здесь начинается обмен, здесь начинается, собственно говоря, та корреляция, о которой мы все время говорим. Ну, то есть, когда я смотрю на вас, я вижу что, кокета, что ли? Ну, давайте на секунду, давай все-таки вернемся к позиции здравого смысла. Да нет, вижу я, извините, как хочет у нас Декарт, плащи и шляпы. Понимаете, да, никаких кокет я не вижу. Никогда не увижу. Ну, оно не протяженное. Там нечем увидеть, да. Но, тем не менее, да, смотрите, вдруг начинает обнаруживаться некоторая динамическая структура. Эта динамическая структура стягивается вот таким образом, да. Я нечто вижу, да, и я нечто, да, и я тем самым видим. В этом смысле запускается двойная черта трансформаций. То, что я вижу, начинает, собственно говоря, трансформировать меня, и тем самым трансформируется само. Ну, понятно, да. Я первый раз увидел что-то, удивлю, сказал, о, подождите, да, полез за, не знаю, как обезьяна за мобильником. Стал это дело фотографировать, обнаруживать, что изображение на экране совершенно не соответствует тому, что я на самом деле вижу. Стал двигать фокус, камеру, то, другое, третье, да. Стал понимать, что я теряю свое собственное впечатление. Все, я запустил определенную динамику, да. Я мог бы запустить другую динамику. Ну, пытаться достать, это гораздо более органичный для меня жест, блокнот, пытаться записать, да, что со мной происходит. Ну, там, вот, значит, ты едешь, смотришь в окно метро, там, что-то такое. О, поехал, да. Мог бы вообще напомнить себя о том, что это лучший способ потерять. Видимо, ну и, соответственно, ничего, попробовать ничего не делать. И тут снова обнаружишь, что так уже не работает. Угу. Вот смотрите. В этом смысле эта детская игра, да, обнаруживает целый ряд тактов. Причем тех тактов, которые действительно соответствуют департту. Да, смотрите, первый такт актуальности. Ну, то есть я нечто вижу, да, и тем самым я видим. Если я не вижу, то я не видим. Вещь идет буквально во двоичном коде, да. Актуального присутствия есть, нет. И это очень важная история. Почему? Потому что мы знаем с вами, с чем это рифмуется в 19 веке. Это самая интересная штука. Ну, одна из самых интересных для меня штук. Помните, Фуко в «Нады ради наказывать» приводит нам, например, паноптику. Тюрьмы. Тюрьмы, в которой каждая камера является просматриваемой. Заключенные не знают, смотрят на него или не смотрят. Смотрите, но сама возможность того, что ты можешь быть наблюдаем, оказывается чем? Тем, что, собственно говоря, наблюдатель поселяется у тебя в голове. Ну, в условной голове, да. Он поселяется в своей собственной самости. Начинаешь заниматься самоцензурой, самоограничением и так далее, да. То есть ты даже не знаешь, актуально видим ты или нет. Но сама возможность видеть меняет динамику твоего поведения, меняет все остальное, да. Самовозможность видеть оказывается тем, что, собственно говоря, видимым, да, быть. Оказывается тем, что, вообще-то говоря, задает все эти трансформации, которые требуются. То есть совершенно необязательно постоянный контроль, да. И надзиратель, который в любой ситуации, в которую этот войнулся, отправил, будет бить тебя головой, дубинкой по голове, да. Зачем? Достаточно знать, что ты можешь быть на этой позиции. Смотрите, да, почему я об этом говорю. Потому что, собственно, XIX век – это то, что в словах и вещах, да, Фуко зафиксирует очень просто. Это время рождения человека. Это важно, да. То есть, смотрите, складываются определенного рода диспозиции, которые позволяют родиться тому, что мы с вами называем человеком. Не субъектом. Это важно. Человеком. И смотрите, в нашем с вами примере, да, с детской игрой и паноптикумом обнаруживается очень простая штука, да. Паноптикум, как вот это пространство дисциплинарное, по которому выстраивается потом все. Школы, ну понятно, да. Детские сады, больницы, любые другие дисциплинарные пространства. Этот самый паноптикум делает или закрывает, да, возможность, вообще-то говоря, субъекта. То есть, этой возможности, да, актуальной связки видимого и видящего больше нет. Она подчиняется, смотрите, да, горизонту возможностей. В самом буквальном смысле. То есть, в этом смысле субъект подчиняет или поглощается человеком, да. Субъект подчиняется или поглощается человеком, да. Человек подчиняет это. Вот тот набор или та диспозиция, да, которая позволяет родиться человеку, вообще-то говоря, нивелирует новоевропейского субъекта. Ну и мы с вами это прекрасно знаем. Когда мы становимся взрослыми, мы думаем, что нам говорят, что от того, что ты это не видишь, не значит, что этого не видят другие. Если я закрыл свои глаза, когда мне вдруг стыдно, мне говорят, ну слушай, дорогой, ты что, маленький, что ли? Повзрослеет. Нам все прекрасно видно, да. Смотрите, мы начинаем совершенно по-другому форматировать структуру своих собственных действий. То есть, допущение возможности того, что нечто может быть замечено, оказывается тем, что запускает механизмы самоцензуры, контроля, ну, прочих вещей, да. Самым непосредственным образом. То есть, дисциплинарное пространство оказывается чем? Тем, что, вообще-то говоря, полностью переоформляет, перенаправляет и так далее, да, все те движения активности, которые, ну, вот, есть у субъекта. Они перенаправлены, они перенаправлены в сторону человека. То есть, человек оказывается принципиально тем существом, который уже отформатирован некоторым набором дисциплинарных пространств. Еще до того, как он начал действовать, что-то там осознавать, что-то там еще с ним такое стало происходить. В этом смысле, не надо думать слишком уж хорошо о своем разуме, да. Вот это первый этап. Смотрите, смена, да, мы же с вами, я совершенно честную вещь сказал, да, но главный вопрос, кто говорит. И пока я давал первый ответ, говорит субъект. То субъект, что принципиально, да, может говорить с позиции стороннего наблюдателя. Ну, в этом обычно упрекают классическую науку, где, так сказать, классическая наука говорит о мире, ну, или там, о предметах своего познания. Так как, если бы был сторонний наблюдатель, никак не включенный в происходящее, этот сторонний наблюдатель раскрывал бы, ну, если говорить языком 17 века, замысел Господа Бога. Более того, предписывал бы Богу его собственные невозможности. Например, эти карты Лебницы идутся на том, что Бог не может нарушить законы математики и логики. Почему? Ну, потому что это закон его мышления. А идти против своего мышления, ну, как бы, совсем не комильфо, да. Он же Бог все-таки. А непонятно кто. А не человек, да, это, кстати, важно. Бог, не человек, не может это нарушить. Да, вот смотрите, и это интересная вещь, да, то есть пока я был субъектом, я мог стоять на позицию, да, дистанцию. По отношению к происходящему, да. Я мог стоять на позиции наблюдателя. Я мог стоять на позиции двойного порядка связи. Связи тех активностей, которые имеют место во мне. Активностей волевых, разумных, воображаемых, чувственных, каких угодно еще, да. И тех активностей, которые обнаруживаются, ну, там, по ту сторону, да. То есть, которые буквально предоставлены мне или противопоставлены мне, да. То есть, все то, что мы с вами интуитивно, кстати говоря, прямо со школы считаем объективным. Ну, так мы полагаем, да. Объективно это там, где-то вот оно. А здесь не зависит, и мы с ним как-то там взаимодействуем. Я не хочу сказать, что это хорошее понимание объективности, но ужасное совершенно. Но, тем не менее, интуитивно мы это делаем так, да. Субъект в этом смысле, да, смотрите, говорит из чего? Субъект говорит из ситуации, в которой нечто, да, описывается или раскрывает себя как картина, как область, буквально, в смысле, видимо. Я вижу это таким-то образом, мне для этого нужна дистанция. И для того, чтобы описать то, что я вижу, и тот способ, каким я это вижу, мне нужно провести двойную работу. Мне нужно провести работу на стороне своих собственных активностей, да. Ну, например, подчинить волю разума, да. И мне нужно провести работу на стороне того, что, собственно говоря, в этих активностях уже задействовано. Ну, в буквальном смысле, да, собрать картинку. Но как только я начинаю давать другой, казалось бы, невинный ответ, да, кто говорит и говорит человек, вдруг оказывается, что нет. Вся эта двойная раскладка сыпется и, вообще говоря, уже ничему не соответствует. Смотрите, я уже не могу быть на позиции стороннего наблюдателя по очень простой причине, да. Потому что не той стороны, в которой наблюдатель, да, в этом смысле, оказывается здесь. Как у заключенного в камере, да, наблюдатель в его самости. Как у современного нам с вами журналиста, да, цензор в его голове. Он держит себя за руку, да. Как у ребенка, который, собственно говоря, в школе списывает, да, наблюдатель цензор, ну, буквально в его позвоночнике. Любой громкий звук и все, он сдался с потрохами. Молодец. Никто не знает, на самом деле, видел учитель или не видел, да. Но он так определяет. Вот ты, ты, ты. Встал, вышел там, двойка, дневник на стол, ну, еще что-нибудь, да. В этом смысле, смотрите, та формула, которую мы так красочно обычно, да, воспроизводим, заметность себя оказывает совершенно по-разному работающий. В случае с субъектом, ну, заметность себя предполагает, да, в этом смысле, возможность трансформации. Да. И в случае с человеком, когда заметность себя уже не предполагает никакой, да, никакого движения, никакой дистанции, да, заметность себя предполагает нечто совершенно иное. Я, как человек, заметивший себя, оказываюсь сразу окружен целой серией диспозиций. И, будучи окружен той самой серией диспозиций, начинаю с чем работать? Я начинаю выстраивать совершенно другую фигуру, фигуру высвобождения. Ну, то есть мне нужно высвободиться из-под взгляда другого, из-под горизонта собственных допущений, из-под всего того, что так или иначе через дисциплинарное пространство, через различные повседневные практики уже здесь укоренено навязанное и так далее, и так далее, и так далее. В этом смысле, смотрите, навязывание никогда не носит характера прямого диктата, это важно. Не нужно. Не нужно, чтобы надо мной вот здесь вот где-то сидел человек, говорю, попробуй только сказать. Зачем? Я сам достраиваю всю цепочку, да, я сам начинаю говорить, что ну вот если я, соответственно, да, это сделаю, то наступят какие-то последствия, а, ну и дальше поехали, да. Наступят ли последствия? Я не знаю. Смешнее всего не это. Я не знаю, смогу ли я это сделать. И вот этот момент, который, опять же, мы с вами еще хорошо замечаем, да, смотрите, как бы все время вот этот невидимый центр, он сдвигается, да, и кажется так, что ну вот сейчас я сыграю вот в эту игру, ну типа я буду хорошим мальчиком, я буду хорошо учиться в школе, я буду меньше списывать, там и так далее, потом я сыграю в другую игру, я буду хорошим студентом, так получилось у меня, например, да, я буду хорошо учиться, я буду много всего знать, потом я еще что-нибудь сделаю, а потом я буду свободен, да. И вот когда я буду свободен, я буду делать что хочу. Ну, собственно, так, например, старшие коллеги объясняли мне, что такое защита кандидатской диссертации. Я просто могу процитировать, да, объясняю это так. Понимаешь, родной, когда ты защищаешь кандидатскую диссертацию, вот с момента, когда тебе присуждена степень, тебя больше не оценивают, но притикуют. Все. То есть, до этого ты субъект оценки, до этого мы тебя форматируем, мы говорим, что так писать нельзя, а ты вообще полный дурак, да, добавь каких-нибудь схем и так далее. Ну, мне никто не говорил, что я полный дурак, к сожалению, наверное, вот, но тем не менее, да. Вот, а вот после, все. То есть, есть некоторое вхождение в цех, и ты уже сам теперь можешь с полным правом писать других, да. Ну, понятно, давайте я студент думаю, что я уже написал, так же нельзя. Почитай еще вон там, где они серия какие-то, почему-то, потому что, ну, надо. Да, ну, в этом смысле, смотри, эта вот разница, да, оказывается, что она принципиальная причем, потому что все это, конечно, хорошо, пока это абстракция. Ну, то есть, вот я сыграл в одну игру, в другую игру, в третью игру, в какой-то момент, ну, например, в данном случае, зачтив кандидатскую диссертацию, сколько-то там неприличное количество лет назад, да, я вроде бы встал на позицию, когда говори, что хочешь. Меня же нельзя больше оценивать, да, меня уже только критиковать. Попробуйте. Я буду говорить, что я думаю. И вот тут это абстракция, да, почему? Потому что мы с вами понимаем одну простую вещь, да. Диспозиции, то есть границы между дисциплинарным пространством и дисциплинарным пространством, то есть моим собственным пространством, вообще-то говоря, не существует. Точно так, что учитель совершенно спокойно вычисляет, когда я списываю просто, скажем так, та же самая история, да, смотрите, обнаруживает в этом смысле его механизмы надзора или его возможности надзора проникают прямо в меня. Они уже здесь, наблюдатель здесь, не там, здесь. Да, и этот самый наблюдатель действует. И в этом моменте мы обнаружим совершенно потрясающую вещь. Мне говорят, делай, что хочешь. Переведите это на язык меня. Ну, как бы, отключи наблюдателя. Куда? То есть где та кнопка, которая отключает этот чудесный наблюдатель? Ну, серьезно, вот что им такое сделать? Вот я сижу и привык определенным образом работать, да. Ну, да, тебе надо писать статью. Ты придумываешь тему, план, набор понятий. Начинаешь их разрабатывать, лазить с фаворией. Ты знаешь критерии, по которым статья будет определенным образом принята к печати, по которым она будет являться научной статьей, по которой она будет такой, 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 все классно. Потом ты говоришь, слушай, ну, тебя же больше не критикуют. И даже, чтобы их критикуют, тебя же больше не оценивают. Давай, пиши, что хочешь. И чего? Ну, то есть где точка выключения этого наблюдателя, да. Смотрите, если вспоминать все того же Бродского, да, после того, как вы впустили в свои сны вооруженный зрачок конвоя, выйдя на свободу, зрачок конвоя и снова никуда не уходит. Так не бывает. Понимаете, да? И вот тут вы начинаете обнаруживать, что так, стоп, вот, я сыграл в энное количество игр, и теперь мне нужно проделать целый ряд трансформаций для того, чтобы что, кстати. Ну, и, казалось бы, опять знаем, что ответ на этот вопрос, ну, как, чтобы что? Чтобы наконец-то самому делать что-то, да. Ну, то есть писать, что ты хочешь, говорить, что ты думаешь, там, да, и так далее. Ну, то есть предполагается, что мы по-прежнему можем провести эту самую границу между собой и разного рода дисциплинарными пространствами. И это снова абстракция. В смысле, можно. Ну, попробуйте, не знаю, пройтись по улице просто легко пританцовывая. Ну, вы же взрослые люди, да, вас же нельзя приструнить, как ребёнка, типа, там, уже иди себя прилично, иди ты, сам иди себя как хочешь. Да, вроде бы вы не нарушаете закон, ну, там, святым, если чтим уголовный кодекс, как учил он состав Бендер, да, и то, и другое, и третье. И что мы с вами обнаружим? Мы обнаружим не то, что мы не можем этого сделать, а само движение окажется неорганичным, сбивающимся. Мы всё время сами будем себя придерживать. Неа, надо ещё научить себя, да, ну, понятно, быть свободным, например, в своих собственных банальных соматических активностях. Идёшь, идёшь, ну, там смешно, потянуться хочешь, ну, потянись. Ой, сейчас я найду двора, который меня никто не видит, там забьюсь в самый дальний угол, буду озирать, значит, там, всё, потянулся, молодец. Да, после этого нужно сразу что-то сделать такое, что вот, я пошёл. Да, в этом смысле, смотрите, почему мы думаем, что если мы не можем сделать элементарную вещь, мы вдруг можем взять и написать, что мы думаем. То есть, опять же, смотрите, это диспозиция, которая совершенно по-другому раскладывается, предполагается, что есть что-то такое, что мы думаем, а есть ещё какие-то инстанции надзора, которые нам, значит, вот не дают это сказать. Да ладно. Настанция надзора здесь, а не там. И начинается она с простой штуки, да, с того, что я придерживаю своё собственное тело, своё собственное движение, свою собственную органику, я реагирую на взгляд другого, ну и так далее. Всё. Да, то есть, в этом смысле, смотрите, когда мы начинаем с вами говорить, да, отдавать ответ на вопрос, кто говорит человек, мы с вами понимаем, что, собственно говоря, человек оказывается тем, что вообще-то, буквально может быть понято так, как и показывает эту фукулу, да, как целая сеть диспозитивов, которые позволяют чему-то такому явиться. И то, что из диспозитивов не вынимается. Потому что как только мы вынимаем это из диспозитивов, вдруг оказывается, что человека больше нет. Всё. Мы начинаем говорить о чём совершенно ином. В совершенно какую-то другую сторону это не работает, да. И смотрите, нет, этот механизм тоже имеет сбой. Не буду вас, опять же, в данном случае обманывать. Представляющий нас в другой детской игре. Я не знаю, мне её это подарок. Я так долго готовил этот ход, что в конце концов, два дня назад, меня научили играть в ещё одну детскую игру. И я вдруг понял, пока меня научили в неё играть, что это идеально. Игра по версии автора, не знаю, по слову сказать, называется «Игра в гараже». Это важно. Это одноразовая игра. То есть после того, как вы один раз её научились выигрывать, дальше всё уже не работает. Как это выглядит? Выглядит очень просто. Большое количество, ну не знаю, ручек, например. И человек, складывая их определённым образом, спрашивает, сколько здесь гаражей. Любой из нас начинает включать что? Свою собственную рассудочную машину, владение логическим аппаратом и так далее. И начинаем думать, так, ну тут не знаю, ну допустим, три, ответ неверный. Человек как-то переставляет ручки, начинаем смотреть, там пять. О, да, давай проверим, понял ли ты принцип, он ещё что переставляет и так далее, и так далее, и так далее. А почему я игра одноразовая? Потому что дело вообще не в том, как он переставляет ручки. То есть сам человек всё время показывает на пальцах, сколько тут гаражей. И пока я, я честно, включил весь свой аппарат, какой только мог, и где-то там минут сорок я пытался понимать так. Исключаем фактор цвета, да, цвет не играет роли. Фактор ограничения территории, нет, не играет роли. Раскладку по проекциям, вдруг это крыша, нет, не играет роли. Да боже ж ты мой, да, ну до тех пор, пока просто-напросто человек улыбается и говорит, подсказка нужна. Я говорю, давай, всё, я уже почти считаюсь идиотом, да, потому что логическая задача, я не могу и решить, боже, что со мной не так. А с мы, как бы, всё не так, да, вроде я же должен по праву гордиться своим логическим мышлением, но я вас умоляю. Да, как бы, человек говорит, это гениально, в том смысле, да. Человек говорит, как бы, смотри шире. Я начинаю смотреть шире, так, подожди, у меня есть поле, да. Ответ у меня по-прежнему перед глазами, да, вот он, как бы ты чего. Да? Нет. Ну, в общем, не буду вас мучить, да, трудностями своей безличностной коммуникации. Это вопрос об инерции мышления, да. Но мне нужно найти ответ, я его ищу. Честно, честно. Четыре раза подряд я угадал. Вообще, молодец, ещё немного, мне кажется, я уже понял принцип, я уже как-то связал это. Всё же классно, да, но до тех пор, пока ты не понимаешь, что чудо, человек вот так вот сразу сидит, показывает тебе две ладони, да. Ага. И ответ 10, да. Странно, да, что-то здесь смутно связывается, да, у меня с ним. Нет, ну то есть в этом смысле я понимаю, что я мог бы играть в эту игру пару тройку месяцев, если бы не жалость к моему несчастному рассудку, да. И к концу, честное слово, третьего месяца я бы считал себя просто законченным дебилом и профнепригодным. Потому что, ну как бы, если ж ты откажешь по логическому мышлению, ну вот такие, о чём ты вообще говоришь-то? Всё, сиди дома, качай логику. Наслаждайся, да. Смотрите, это тоже совершенно принципиальный момент, да. Почему? Потому что, вообще-то, детская игра классная, да, где, ну то есть с чем может быть соотнесена? Ну смотрите, да, как мы с вами описывали поле, да. У нас есть постоянно включенный какой-то там порядок, да. Наших с вами знаний, наших с вами техник, наших с вами практик, какого-то взаимодействия. Наш рассудок постоянно работает, да. Мы постоянно чего-то складываем, мы постоянно каким-то образом производим общую картинку, да. То есть калькуляция никогда никуда не делается. Это же не ад и иллюзия, да. Можно, конечно, сказать, что рассудок не надо пускать в область разума, так как, да. Но это не значит выключить рассудок, он продолжает работать. И он будет продолжать работать до последнего, да. И что тогда? Да, смотрите. Как бы, да, мы имеем две принципиально разные ситуации. Ситуация дотовок, я знаю, ответ. Дико интересно, очень круто, сильно эмоционально нагружено, совершенно непонятно и в корне неверно. Ну, буквально, не туда смотришь, да. И ситуация ответа, когда, то есть, когда задача решена, да, невозможность игры. Я больше не могу ведь вернуться в ситуацию, ну, давайте играем в гараже еще раз. Ну, в смысле, я уже знаю, что тут это нет. Сейчас, подожди, я буду искать, где, там, ты глазами моргаешь нужное количество раз, там, не знаю, пальцами показываешь, да, на бумажке пишешь. Все, я уже вышел из этой ситуации, да. То есть, смотрите, есть момент некоторого переключения, да. В буквальном смысле переключения режимов или переключения реальности. Реальность одна, задача, которую ты решаешь, и реальность другая. После того, как задача решена. После того, как ответ найти. Все мы с вами знаем эти вещи, да. Ну, то есть, например, если я долго-долго-долго сидел и думал, какое бы решение мне принять, как мне правильно поступить, что же мне, черт по деле, сделать, да. В момент, когда я это нахожу, я говорю, да, я знал, ты самого начала. Отлично. Молодец. Чего сразу же это не было? Ну, вот так вот, да. Мы с вами понимаем, что в ситуации, в которой я точно знаю, что задача решена, была решена и так далее, да, кем-то мне проще ее решать, чем, если я не знаю, имеет ли она вообще решение. Тоже просто, да. Мы с вами еще миллион всяких штук замечательных совершенно знаем под этим видом. И в этом смысле, смотрите, мы обнаруживаем себя в некоторой очень забавной ситуации, да, иногда. Вдруг просыпается нечто принципиально в другой плоскости находящейся. Ну, если брать сферу этическую, то мы это с вами вслед за кантом назовем уминальным существом. Ну, то есть какой-то совершенно замечательный момент в моей собственной жизни. Вдруг просыпается голос совести, и все мои калькуляции оказываются отброшенными. Ну, то есть мне может быть стыдно за то, что происходило до моего рождения. Ну, то есть в позиции здравого смысла это идиотизм. В смысле, у тебя там вообще не было. Ну, то есть, да, не то, что ты не мог никак повлиять на ситуацию, у тебя там не было бы. Это позиция Киркигора, а? Ну, да, почему нет? Киркигора, собственно, вытащит... А, твою мать, вытащил служанку, а? Да, в том-то все и беда, да? И что тогда мы с вами здесь обнаружим? Мы обнаружим совершенно потрясающую вещь. Я сталкиваюсь со своим уминальным существом, которое говорит, ты должен делать это. И потрясающая в чем штука, да, я начинаю это делать. Ну, пытаться. Или у меня вдруг совесть вдруг просыпается в какой-то ситуации, которая никак не стыкуется с, собственно говоря, моими собственными общими представлениями. Нет, не стыкуется, и что? А тебе за это стыдно. Твой рассудок трещит по швам, потому что нам просто нечего делать. Ну, чувство стыда, никак не делается. Совесть по-прежнему имеет место, да? В этом смысле, смотрите, вот это самое уминальное существо, это третий ответ на вопрос, кто говорит, да? Тоже есть возможность говорить? Ну, говорит, но уминальное существо. Голос совести, назовите это так. Можете перевести это на другой язык, да? Там, не знаю, «узов долга», ну, еще что-нибудь в этом роде. И... Ну, и тогда мы с вами снова обнаружим, смотрите, уже третью ситуацию, да, совершенно в этом смысле прозрачен, да? То есть вот человек, да, оказывается в этом смысле каким-то странным узором на поверхности переплетённых диспозитивов. Субъект оказывается, да, некоторым странной точкой наблюдения, не включённого, да? Человек оказывается в ситуации, в которой... И тут всё зависит от чего? От вот этой тактовой частоты до или после. И это совершенно принципиально, да? До того, как ты совершил некоторый поступок. Ну, может быть, всё что угодно, да? Ну, допустим, я точно знаю, что я должен сделать икс. Я начинаю думать, переживать, рассчитывать, страдать, нервничать, собираться. Ну, чёрт ты что, хорик, шторю. И после. Ну, после работает всё просто, да? Либо ты его совершил, либо ты его не совершил. Если его совершил, то мы знаем этот эффект, да? Это кино про войну смотреть круто. Там одни сплошные герои, да? Те, кто реально больно войне, героического не рассказывают, да? Когда мы видим, как другой человек говорит то, что он на самом деле, например, думает, мы говорим, ну, это поступок, ты прямо вот герой, ты молодец, всё такое. Но при этом сам человек никакой гордости, желания сесть там в угол, сказать, боже, как я хорош сегодня. Я целых пять минут говорил то, что думал. Нет. Да? Воле этого, смотрите, даже самая ситуация до и после будет работать с нами самими. После того, как мы нечто сделали, поняли и так далее, нам становится как бы непонятна та ситуация, в которой так трудно было это сделать. Ну, это сделать, что ты спрашиваешь, и что в этом было страшного? Ну, то есть, что было страшного в том, чтобы сказать в данном случае правду? Что было страшного в том, чтобы вот сделать то, что ты прекрасно понимал, что нужно сделать, да? Ну, или там, если брать совсем конкретный пример, вот я лекцию сейчас закончу, могу потом спросить себя, и чего тебе было так волнительно, да? И ответ на этот вопрос кажется, что важно, закрытым, да? То есть, это можно рассудочно реконструировать, объяснить, что я думал о том и так далее, но все. Да? Ситуация принципиально поменялась, это в другой реальности. В общем, работает в обе стороны, да? Мы с вами, кстати, знаем, это как некоторый культурный код. Вот, если я один раз веду себя как трус, мне говорят, я трус. Ну, или я сам себе говорю, я трус. Никто не будет считать, сколько раз до этого я показывал через всю храбрость. Честно. Если я один раз совершил полость, я подряд. Сколько там раз до этого я совершал благородные поступки, уже никого не волнует, да? В этом смысле, смотрите, во все стороны работаю. То есть, здесь нет, как бы, никакого ценза, дескать. Хороший поступок совершил, условно хороший. Специально пользуюсь детской раскладкой. Хороший поступок совершил, значит, как бы ты молодец, да? А плохой, значит, вот ты не молодец. Да нет. Просто мы обнаружим ситуацию до и после, в которой, смотрите, то или иное действие, то или иное решение, то или иное движение. Вот там, где это самое номинальное существо вкрапляется, вот эта самая штука меняет сам порядок реальности. Я в предыдущий порядок не возвращаюсь. То есть, я, допустим, уже знаю, что я человек, который может совершить подлость. Ну, все в каком смысле? В том смысле, что нет, я могу дальше сказать. Да, я человек, который может совершить подлость, но я не... Я человек, который не готов с этим жить, окей, поехали. Ну, мы получим горизонт греческого покаяния, то есть метаноид. Нужно как-то перестать быть человеком, который на это способен. Выписать себе горизонт задачи. И обратная история. Ну, то есть, я знаю, что я человек, который, там, не знаю, способен говорить то, что думает. Ну, опять же, это совершенно, да, в этом смысле безальтернативное действие. Ну, то есть, теперь ты не можешь позволить себе, да, включать того внутреннего цензора. Почему? Потому что ты уже знаешь, что ты можешь говорить то, что ты думаешь. Ну, то есть, ты уже знаешь, где в тебе та структура, которая, так или иначе, да, меняет сам порядок твоей реальности. Он другой. То есть, в этом смысле, смотрите, когда нам Кам будет говорить о долгии и рисундестве, он будет показать ровно это, да. А почему будет говорить науминальное существо, да. То есть, говорить науминальное существо в смысле о том, что буквальным смыслом, как вот игре в гараже, да. Выключено из того порядка, в который я вообще-то всегда включу. Ну, что, рассудок отключается, когда я понимаю, что мне делать? Да нет, конечно. Мой рассудок всегда со мной. Он здесь. Да, понимаете, а что, исчезают порядки страха? Я вас умоляю, да. Да нет. Очень трудно первый раз идти признаваться в любви, говорить подлецу в глаза, что он подлец. Трудно первый раз вставать одному, не зная, встанет ли кто-нибудь за тобой, да. Это реально трудно, это реально страшно, это реально еще как-то там. Но в этом смысле, смотрите, вот этот момент сдвига, он оказывается моментом буквальным, да. До и после расчерчивают эту линию, да, расчерчивают ее необратимым образом. Ты есть тот, кто может это сделать или, ну понятно, не может. И, соответственно, и дальше, смотрите, запускается еще на третий ряд, да. Ты есть тот, кто может это сделать, и тогда вопрос. Есть ли ты тот, кто готов жить тем, кто может это сделать? И тогда третий вопрос, да, ну соответственно, на что ты готов пойти? Для того, чтобы перестать быть тем, кто может это сделать? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это совершенно третий ряд движений. Да, смотрите, это не ряд дистанций, как в случае с субъектом. Это не ряд рисунка сложившегося, да, сложившихся диспозитивов, из которых ты начинаешь выпутываться медленно и осторожно, пытаясь поменять саму конфигурацию своего человеческого. Нет. Да, это третья ситуация, да. То есть это ситуация, в которой голос, и это важно, присутствующий или отсутствующий, говорит, всегда говорит о тебе. Это самая важная штука в случае с Кантом. Смотрите, почему так работает в феноменном совести. Потому что представим себе, ситуация совсем смешная. Да? А судик молчит. Вот я взял и совершил некоторый икс, который сам я, сидя вот у себя же на кухне считаю, совершенно невозможно. Ни при каких обстоятельствах нельзя предавать друга. Ну, друзей нет, так что могу приводить этот пример. Вот, ну, нельзя предавать друга. Ну, как классно. Ну, сидя на кухне, это очень хорошо. Вообще шикарно думается. И ты думаешь, ну, я, да никогда, ну, как я друга-то предам, да? Вот смотрите, вот я предал друга. И представим себе совершенно замечательную ситуацию. Я друга предал, я понял, что я предал друга. А совесть спит. Ну, вообще спит. И что? И это, собственно, одна из тех вещей, которые позволяют нам говорить о науменальном существе. Окей, спящая совесть в данном случае говорит точно так же об этом науменальном существе, как совесть работающая. Ну, то есть ты снова можешь спросить себя, готов ли я быть человеком, который не испытывает никаких мук совести, совершая предательство? Понимаете, да? И обнаружить, допустим, дальше, смотрите, это тоже ведь возможная цепочка. А мне всё равно, извините, у меня опять ничего не просыпается, да, от того, что я тот человек, который ничего не испытывает, совершая предательство, да? Я могу пойти дальше, спросить себя, ну, как бы, мне нормально быть таким человеком? Он говорит, да нормально мне быть таким человеком. То есть в этом смысле, смотрите, я могу точно так же запускать цепочку поиска тех вещей, которые на самом деле заставят двигаться, моё номинальное существо, которое заставит его проявиться. Да? И возвращаемся снова к всё тому же вопросу, кто говорит? Ну, то есть когда говорит номинальное существо, говорит кто? И мы снова обнаружим потрясающую вещь, да? Да не могу я сказать, что я говорю. Понимаете, да? Это не предмет моей воли. Ну, то есть что мне такого сделать, чтобы мне стало стыдно? Чёрт меня знает, да? Ну, то есть, нет, понятно, это целая цепочка действий, целая цепочка движений, да? В этом смысле, смотрите, что мы с вами обнаруживаем, да? Совершенно потрясающую вещь. Когда я спрашиваю, ещё раз, да, возвращаясь к этому вопросу, кто говорит? И говорю, субъект говорит. Но субъект это не я. Это некоторый, да, сторонний наблюдатель, то есть это тот, кто проделывает определённые процедуры, чтобы занять некоторую позицию. В этом смысле это совершенно принципиальная вещь, да? Мне нужно, как субъекту, подчинить волю границам разума. Мне нужно корректировать свою собственную чувственность. Ну, в буквальном смысле, да, я вижу предметы в перспективе, солнце мне вообще кажется маленьким жёлтеньким шариком, кружочком, извините, ладно, шариком, кружочком, каким-то недоразумением, да? Другие, то есть на самом деле, да, мне вижу я плащи, шляпы и так далее. Да нет, мне нужно всё это корректировать, мне нужно определённым образом запустить целую цепочку трансформаций, чтобы на самом деле занять ту позицию, с которой нечто может быть сквазано. Неважно, понимаю я, как я запускаю эту цепочку или нет, да? Насколько она рефлексивна или запущена в действие. То есть смотрите, когда мы даём ответ на вопрос, кто говорит, субъект говорит, важно понимать, субъект — это не я. И, собственно, отсюда опять же та вещь, в которой бесконечно упрекает классическую науку. Вот классическая наука говорит от имени Господа Бога. Ну, то есть открытие, конечно, сделал Саак Ньютон, но так же устроена природа, и как бы, ну и фиксным Сааком Ньютоном, да, понятно, природа устроена так. Но не Ньютон, да кто-то по-другому это сделал. Ну, мало ли, да? Вот оно, субъект — это не я, да? Смотрите, науминальное существо тантовское — это не я. Это важно. То есть кто говорит? Говорит науминальное существо. Является ли эта речь действенной? Да ничего какой. Любой человек, который знаком с муками совести, да, или с голосом своего долга, прекрасно знает, да, ты пойдёшь, делай, то же тебе говорят. Но кто этот? Ну, это не я. Смотрите, когда мы с вами начинаем говорить о человеке, то есть снова дарём вопрос, снова спрашиваем себя, да, кто говорит? Говорим, человек говорит. То мы снова отдаём себе отчёт вот в этом. Говорит, и это не я. Почему? Потому что никогда не будет точки, в которой я смогу сказать, вот здесь вот я свободен от всех диспозитивов, от всех диспозитивов, там, власти, языка и чёрт-то чего ещё, да? Вот здесь я свободен от всех дисциплинарных пространств, от всех машин, там, желаний и чёрт-то чего ещё. Вот здесь, наконец-то, есть вот это самое я, а всё остальное, ну да, это рисунок, который вокруг начертан, да нет. Ну, то есть и есть этот рисунок. В этом смысле, смотрите, человек – это тоже не я. Ну, и тогда мы с вами снова понимаем, да, возвращаемся к этому же вопросу, да, кто в таком случае говорит? Смотрите, что совершенно принципиально сейчас, что мы понимаем, да, что всякий раз ответ на этот вопрос, неважно, артикулированный или не артикулированный, то есть интуитивно я встаю на позицию субъекта, на позицию человека, на позицию номинального существа, в том смысле, речь человека с этической позицией, да, вот, номинальное существо отличается непосредственно, и мы это видим по всему, по соматическим реакциям, по его собственным претензиям, по его жестам, по движениям, по включенности и так далее, и так далее, и так далее. Точно так же, как и речь с позиции субъекта отличается, и мы это различаем, да, речь с позиции человека различается, даже на уровне банальных речевых актов. Одно дело, я скажу, слушайте, ребят, но я все-таки человек, классная отмазка, да? Угу, все. И вы сразу все понимаете, ну, конечно, ну, ты же просто человек, значит, ты включен в такие-то пространства, у тебя такие-то слабости, у тебя такие-то вот-вот какие-то штуки тут всякие разные, ну, ты человек, ладно, пойди там, купи водички. Смотрите, более того, вообще-то мы имеем зоны конфликтов. Ну, представьте, что один говорит как субъект, а второй говорит как науминальное существо. С позиции субъекта я смотрю на ситуацию дистанцированным образом. То есть я говорю, так, подожди, ты говоришь, это подлость, давай разберемся, в каком смысле это подлость, знаешь ли ты все обстоятельства дела, реконструируем ситуацию, где его убьют, чертой матери. Ну, если я говорю с позиции науминального существа, нет, мне не это нужно, мне нужна реакция, да, мне нужно, чтобы вот так же, ну, в этом смысле трясло от того, чего трясет меня, да. А если тебя так не трясет, то, значит, ты какой-то не тот человек, либо ты меня не слышишь, либо ты не моей души человек, либо с тобой еще что-то не так, нет. То есть в этом смысле, смотрите, это довольно важная история, потому что, вообще-то говоря, да, это не теоретическая распадка. Ну, довольно часто, ну, чаще всего мы говорим, да, обо всем, в том числе о своей жизни, так, как если бы это к нам не имело никакого отношения. Ну, позиция субъекта что-то. Как шутит мой одноклассник, прекрасный, ужасный, да, мы живем так, как если бы там никогда не умирать, он живем так, как если бы никогда не жили. А это почему? Вот это оппозиция была. Кто говорит? Вот, то есть в этом смысле, смотрите, это важно. И, наконец, последний такт, еще более веселый, да, это, собственно говоря, третья игра. Детская. Пищал же вам сегодня про игры детские. Третья детская игра описана тут у нас в разночтении. Я всю жизнь думал, что у Шерлока Холмса Нине Савченко, я верю, больше, чем себя. Она утверждает, что УПО, но не важно, это игра в камешки. То есть когда сыщик, не помню я уже какой, да, рассказывает своему ассистенту, условный Холмс, условному Ватсону, да, про маленького мальчика, который все время выигрывает в некоторую игру. Ну и мальчик рассуждает так. Ну если тот, с кем я играю, умный, он сделает вот это. А если он глупый, он сделает вот это. Его спрашивается еще, как ты понимаешь, умный он или глупый? А он говорит, я делаю такое же лицо. Вот такое же лицо в этом смысле совершенно, да, потрясающая вещь, да. Почему? Потому что она, собственно говоря, позволяет мне различить, и это важно, да, в другом, кто там говорит. Ну то есть говорит ли субъект? Ну вот, да, в буквальном смысле. Сделай такое же лицо, сделай такой же жест, да. Говорит в нем. Это самое аноминальное существо. Ну так бывает. Я смотрю на человека, понимаешь, его трясет. А меня нет. Я понимаю, что сейчас говорят две принципиально разных инстанции. Ну назовем это инстанциями для простоты, да. Сделай такое же лицо, в буквальном смысле спроси себя о том, как возможно то уговорение, которое имеет место, да. Ну это один уровень, а есть второй уровень, да, смотрите. Вообще-то дикат прав во всем, да. Когда я смотрю на другого, я вижу плащи и шляпы. Давайте не придумывать. Но когда я делаю такое же лицо, я же делаю, извините, трансформацию с чем? С телом, со своим, да. И вот тут мы обнаружим эту совершенно потрясающую связку. Корреляция между мышлением и протяжением оказывается такой, что движение тела, ну буквально, было бы очень трудно говорить, честное слово. То есть брови сдвинул, вроде мысли-то не террично, но выбираются, может, с каким-то невозможным, да, контекстом. Да? Но движение моего собственного тела оказывается, вообще-то говоря, тем, что коррелирует с движением моего разума. В этом смысле я сделал лицо, и я понимаю, что такое же лицо, да, что возможно, что нет, да. Ну и наконец, все это совершенно замечательная штука, если не добавить последний такт к этой песне. Я могу различать тех, кто говорит, не в другом, а прямо в себе самом. То есть в этом смысле, смотрите, ответ на вопрос, кто говорит, может предполагать точно так же изменение режимов моего собственного говорения. То есть в этом смысле я могу сам себя буквально ловить за руки. Почему для нас так принципиально вот эта третья игра, да. То есть сделай такое же лицо. Потому что вообще-то мы знаем себя, ну помните, как Высоцкого, да, я не люблю себя, когда я трушу. Так вот я знаю, как я веду себя, когда я трушу. Я иногда знаю это на уровне, извините, собственного лица раньше, чем на уровне собственного сознания. Ну то есть просто что такое чувствуешь, понимаешь, о, ты боишься такой. И всё, да. И это включает некоторый механизм, да. То есть мы знаем свои собственные движения, мы знаем те способы сборки в буквальном смысле тела, те способы сборки собственных жестов, те способы сборки собственных движений, которые позволяют нам так или иначе включать определённый режим оговорения. И в этом смысле, да, смотрите, всё, что я говорю сегодня, важно только за этими двумя вещами. Первый режим можно менять. Это принципиально. Ну то есть в этом смысле, смотрите, опять же, та точка, в которой меняется режим, оказывается точкой, вообще-то говоря, эмоненции. Дальше, надо добраться, да. И явно не сегодня. Вторая вещь, смотрите, я вовсе не собираюсь утверждать, что режимов всего три. Ну я здравом умею твердой памяти, что поставщик никаких других режимов, кроме субъекта, науминального существа, оно же благостоящее, и человека у нас с вами не присутствует. Да нет, почему? Присутствует, конечно. Третья вещь, смотрите, все эти режимы работают, это самая важная штука, которую я могу сказать, чтобы перебросить мозг к следующей лекции. Они работают в визуальных метафорах. То есть все это предполагает некоторую визуальную раскладку в самом буквальном смысле, в смысле умозрения, понимаете, наблюдения за чем-то и так далее. При изменении порядка визуального на порядок акустического, о котором мы, по моему ужасу, в следующий раз попробуем поговорить, да, ситуация начнет сильно меняться. Эти режимы говорения начнут довольно сильно сдвигаться, размываться, становиться в том числе просто невозможными. Да, и это довольно важно, потому что именно там, вот в этом сдвиге от визуального к акустическому, да, нечто снова будет высвобождаться. Напомню вам тоже вкратце, да, что этот сдвиг окажется принципиальным, например, для Хайдеггера. Помним, да, речь идет о зове бытия, на который нужно ответить, об отклике и так далее. Переход к акустическому включает, собственно говоря, механику и движения тела в чистом виде плоти, дикого бытия умерло понти. Да, переход к визуальному пространству, вообще говоря, открывает тематику голоса и тематику проникновения. Вообще иной порядок всего того, что мы с вами так или иначе удерживаем в качестве собственной самости. Ну и наконец, самая последняя вещь, да, голос точно совершенно в следующий раз, да, и отдельно. Самая последняя вещь оказывается очень простой. Смотрите, мы с вами понимаем, что одни режимы отменяют, закрывают или захватывают другие режимы. То есть режим человека захватывает режим субъекта. Режим науминального существа, вообще говоря, захватывает режим человека. Ну, подчиняет в буквальном смысле. Ты можешь быть выписан, ты можешь быть рисунком любых диспозитивов и так далее. Но тогда, когда просыпается твоё собственное ауминальное существо, твой голос совести, ты идёшь, это моя любимая метафора, да, так говорили про Галича, поперёк своей собственной судьбы. Просто поперёк, да. И так далее. То есть в этом смысле, смотрите, эти режимы говорения, вот этот самый «кто, который говорит», оказывается, да, тем, что вообще-то вступают между собой в некоторые динамические конструкции. И, заканчивая сегодняшнюю лекцию, можно было бы дать очень простой жест. Ну, то есть мы можем перебирать режимы и спрашивать себя всё время, кто сейчас говорит, кто звучит в моей голове. Да, мы можем менять режимы. Мы можем обнаруживать конфликты между этими режимами. мы можем выстраивать любого рода серии столкновений, разрешений, конфигураций, конфликтов и так далее. И всё это работает не только тогда, когда мы находимся в поле визуальных метафор, но и тогда, когда мы этого самого того, кто говорит, пишем с большой буквы. «Субъект». И сразу ещё веселее. «Человек» — это звучит гордо. «Человек», да? Мы всё время переносим акцент на вот это самое «кто». В этом смысле жест сегодняшней лекции, которую, мне кажется, могу уже совершить, это жест, который я бы назвал «отбрасыванием». или жест, который мы обнаруживаем в «Алисе стране чудес». Вы помните, когда она говорит, «Да вы же просто колода карт». В этом отношении, смотрите, когда мы спрашиваем себя, кто говорит, мы можем спросить это прямо сейчас, да? Например, я могу спросить это у себя. «Кто говорит». И да, здесь есть очень простая развилка. Одну я только что обозначил возможность. Столкновений, переключения, всевозможных напряжений и так далее, и так далее, и так далее. И есть другая возможность. Только эта возможность требует письма с маленькой буквы. Я говорю. Это, собственно, то, что в чистом виде, да, переключают режим с местоимения или существительного. Я. Так? На плавок. То есть режим констатации на режим смыслов. Режим, в этом смысле, бесконечных, бесконечной раскрутки диспозитивов и буйства рассудка на то, чему, в частности, можно научиться у Пелевина во втором, да, у Дарьи Чапаева. Где лошади? Вот она. Не в сарае, который в деревне, который в стране, который в мире, который во Вселенной, который в моём сознании, который в сарае. Вот она, да. И в этом смысле, да, смотрите, ответ, который, собственно говоря, да, я даю в данном случае, да, перебрасывая себя к следующей лекции, то есть на вопрос, кто говорит, да, я говорю, ставит акцент, да, на самом говорении, то есть на всём том, что включает метафоры, да, интонации, голоса, проникновения, движения, всём том, о чём мы с вами будем говорить в следующий раз. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я сделал свой день? И где-то говорил, да? Микрофон нужен? АПЛОДИСМЕНТЫ Да я так попробую. Без микрофона. У меня вопрос вот к сюжету про Волю, который был там почти в самом начале, мне показалось, что он как-то промелькнул и вы его так отодвинули. Для чего он был и как он встраивается в ответ на вопрос, который говорит? Смотрите, сюжет про волю... Спасибо. Кирилл себя задает очень точные вопросы, в том, в том смысле, что не заполняют вакуумы. Сюжет про волю был вторым фоновым сюжетом. Важным для чего? Для того, чтобы все время удерживать эту тактовую чистоту, является ли нечто субъектом, предметом моей воли или не является. Смотрите, сама воля раскладывается совершенно по-разному. В случае с субъектом мы это своим понимаем. Подчиняя волю разуму. Заметим в скобках, что это подчинение воле разуму будет носить многоуровневый характер. То есть, в частности, можно подчинять свою волю мировому разуму. Ты же сказал, своему. Можно подчинять свое представление нам о благе, как бы общему представлению о благе и так далее, и так далее, и так далее. Что-то подчинение может работать на самых разных сюжетах. Смотрите, когда мы с вами говорим о номинальном существе, почему воля не звучит? Потому что голос номинального существа официрует волю мгновенно, но сам он не предмет воли. Либо есть голос моей совести, моего долга, либо его нет. В этом смысле, когда мы спрашиваем себя, кто говорит, и понимаем, что ответом будет условный голос совести, то мы понимаем, что это то, что запускает работу волевых механизмов, что важно, но не запускается ими. Со всеми вытекающими. Наконец, когда мы с вами говорим, например, о человеке, то мы с вами вообще оказываемся в совершенно потрясающей ситуации. Сама воля может быть, и, как правило, захватывается этой самой серией диспозитивов, тем рисунком, которым, по сути, я и являюсь. И в этом смысле, смотрите, каждый раз, когда мы имеем дело с волей, давая ответ на вопрос, кто говорит, человек говорит, мы оказываемся в ситуации, в которой эта самая воля еще требует собственной верификации, собственного выделения. Она все время как бы промахивается. Потому что я бесконечно могу уходить из-под одной структуры власти к другой структуре власти, из-под одной логики языка к другой логики языка, из-под одной машины к другой, и так далее, и так далее, и так далее. Все это будет набором волевых актов, набором волевых актов, который по-прежнему будет располагаться в этом самом прекрасно расчерченном поле. Ну, вышел ты, старая шутка, не помню, откуда взявшаяся, да, но пробил ты головой стеной, что ты бождел в соседней камере? Да, в этом смысле, да, смотрите, сюжет с волей работал ровно там, где эта воля оказывается в качестве пропускаемого, опускаемого, да, как бы теневого или фонового механизма. Ну, дескать, ты всегда можешь, да? То есть ты всегда можешь, потому что вот нечто у тебя есть. К воле мы вернемся на третьей лекции. Это будет отдельная песня. Ну, если, конечно, вы придете. Мне кажется, я ответил на вашу вопрос. Все? Спасибо. 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 Спасибо.